Мамина поручение. Это произошло зимой. Десятилетний Шамиль играл во дворе с ребятами в снежки. Вдруг он услышал мамин голос, она звала его. Шамиль долго делал вид, что не слышит ее, но когда мама позвала его в пятый раз, он недовольный и все же пошел домой. Мама просила его сходить в магазин и аптеку, дала ему список продуктов и лекарств, которые нужно было купить, и сказала, чтобы он быстро возвращался. Шамиль, не хотя поплелся по поручению мамы, купив все, что нужно, он отправился домой. Но во дворе кто-то из друзей бросил в него снежок. Шамиль подумал, что ничего страшного не случится, если он немного поиграет. Положив пакет с покупками на землю, мальчик стал увлеченно играть. А мама в это время никак не могла успокоить младшего сынишку, еще младенца, плакавшего от голода. Она ждала Шамиля, который должен был привезти молоко, кашу и лекарства для нее. Она с утра плохо себя чувствовала. Пока Шамиль беззаботно играл в снежки, ей стало совсем нехорошо. У нее закружилась голова и, потеряв сознание, она упала на пол. Наигравшись вдоволь и заметно подустав, Шамиль увидел свой пакет, который лежал на снегу. Наконец, вспомнив про маму и брата, он сказал ребятам, что скоро вернется и побежал домой. Сбегая по лестнице, он думал, что мама сейчас его поругает и мысленно сочинял себе оправдание. Робко приоткрыв дверь, он услышал плач брата. Войдя в комнату, он увидел маму, лежащую на полу без сознания. Шамиль растерялся и заплакал, ругая себя за безответственность. Но скоро понял, что слезы здесь не помогут. Взял себя в руки и вызвал скорую помощь. Потом позвонил отцу и даже догадался сходить за соседкой, которая тут же пришла, накормила малыша и уложила спать. Скорая приехала раньше, чем отец. Врач осмотрел маму Шамиля и сказал, что ее надо везти в больницу. Шамиль поехал вместе с ними. Он все время держал маму за руку и мысленно просил у нее прощения. Какой же я ужасный сын, упрекал он себя. А что будет, если мама умрет? Я никогда себе этого не прощу. Слезы сами текли из глаз Шамиля, катились по щекам и падали на руку мамы. Скоро в больницу приехал отец. Врачи увезли маму Шамиля на каталке, обследовали ее. Оказалось, что она потеряла сознание из-за переутомления. Отдохнув и пройдя курс лечения, через некоторое время она вернулась домой. Шамиль был рад, но ему не давала покоя мысль, что все это произошло по его вине. Оставшись наедине с мамой, Шамиль попросил у нее прощения. Мама обняла его и сказала, я тебя уже давно простила, а теперь обещай мне, что ты всегда будешь слушаться родителей и помнить о своей ответственности. Шамиль кивнул, медленно поднял полные слез глаза, посмотрел на маму и дал обещание, что будет помнить об этом всегда. Хамза и учитель. Учитель задерживался, и дети в классе занимались своими делами. Хамза сидел за партой и наблюдал через окно, как ветер играет с листьями, поднимая их и кружа в воздухе. Шум в классе все нарастал. Неожиданно распахнул дверь, на пороге стоял директор. Увидев его, дети сразу расселись по местам. «Ассалам алейкум!» Произнесляние хором приветствия. «Ва алейкум ассалам, мои дорогие!» Ответил директор, встав около доски. К сожалению, Мустафа Устас сегодня не будет проводить уроки, как и в ближайшие пару недель. Ученики стали перешептываться и переглядываться. Один поднял руку. «Да, Али, спрашивай!» Разрешил директор усаживать за учительский стол. «С ним же все хорошо!» «Он в больнице, но очень скоро поправится!» «Мы можем чем-нибудь помочь?» Спросил Хамза, встав с места. «Думаю, да». Наш пророк, салиллах алейкум ассалям, говорил. «Навещайте больного, кормите голодного и освобождайте испытывающего затруднения. Если кто-нибудь из вас захочет, то вы сможете его навестить. Ответил директор и, взяв в руки мел, сказал. «Я напишу адрес больницы и часы приема на доске. С последнего урока я вас отпускаю». Хамза очень расстроился. Дядя Мустафа был не только его учителем, но и близким другом его семьи. По пятницам, после джумана Маза, он вместе с папой приходил к ним домой и пил кофе. И каждый раз дядя Мустафа приносил мальчику что-нибудь сладкое. На перемене Хамза позвонил папе. Тот был в курсе произошедшего. «Папа, а мы можем сегодня поехать навестить его?» Спросил мальчик. «Так, раз у тебя нет последнего урока?» «Думаю, да». «Правда», — обрадовался Хамза. «Да, сынок. Думаю, дядя Мустафа очень обрадуется, видев тебя». «Хорошо, пап, тогда я буду ждать тебя». После урока в мальчик быстро оделся и побежал к выходу. «Хамза, Хамза, можно мне поехать с вами?» — крикнул вслед Али. «Ох, почему я сразу тебе не предложил?» «Конечно, можно». Мальчики надели шапки и выбежали на школьный двор, где их ожидал папа Хамзы. «Ассалам алейкум», — произнесли они хором. «Ва алейкум ассалам. О, Машалла Али, ты тоже с нами поедешь?» «Конечно, я очень переживаю за дядю Мустафу», — ответил Али. «Ну что ж, тогда вперед в больницу», — сказал папа, заводя автомобиль. «Папа, а мы заедем в магазин?» — спросил Хамза. «Обязательно». «Тогда нужно будет купить кофе», — сказал Али. «Мустафа-устаз очень любит его». «Да, из шоколадно-апельсинового печенья. Он всегда их кофе покупает», — добавил Хамза. Припарковавшись у магазина, они все вместе отправились за гостинцами. Купив все необходимое, они вернулись в машину. Мальчики достали открытки, которые купили, и стали подписывать их. «Очень красивые открытки, вы такие молодцы! Я думаю, дяде Мустафе они очень понравятся», — сказал папа. «Все, готово», — сообщил Али, убирая открытки в пакет с гостинцами. «Можем ехать», — улыбнулся Хамза. Приехав в больницу, они нашли нужный этаж и палату. Мальчики до сих пор не знали, что же случилось с их учителем. Открыв дверь, они увидели дядю Мустафу, лежащего на кровати. На одной его ноге был большой белый носок, и лежала она на подушечке. Дядя Мустафа был накрыт мягким пледом, а на шее у него был бандаж. Увидев гостей, он очень обрадовался. «Ассаламу алейкум, мои дорогие!» «Ва алейкум ассалам!» «Поздоровались мальчишки!» «А мы вам гостинцы принесли», — сообщил Хамза, протягивая пакет. «Там еще сюрприз от нас с Хамзой», — прошептал Али. «Маша Алла, большое спасибо!» — поблагодарил дядя Мустафа, достав из пакета и прочитав открытки. «Очень красивые! Ох, мои любимые печенья и кофе!» «Что же с вами случилось?» — спросил Али. «Я не удержался на лестнице, когда вешал скворечник. Потянулся за молотком и потерял равновесие. Но все обошлось. Однако шею немного подтянул, и вот ногу повредил», — рассказал о своей беде учитель. «У вас ушиб или перелом?» — поинтересовался Хамза, глядя на большой белоснежный носок. «Всего лишь ушиб, но сильный. Я буду в больнице до завтрашнего вечера, и меня отпустят домой. Но в школу вы сможете вернуться не раньше, чем через пару недель, нам так директор сказал», — добавил Али. «Верно, чтобы окончательно выздороветь, нужен постельный режим», — сказал папа Хамзы. «Да, ноге необходим покой, но вы иногда можете заглядывать ко мне», — добавил дядя Мустафа, угощая всех печеньем. «Конечно, кофе по пятницам никто не отменял», — согласился папа Хамзы. «Я смогу бы забирать тебя на пятничный намаз и привозить обратно». «Отличная идея!» — было бы здорово, — обрадовался дядя Мустафа. Вскоре к Мустафе Устазу пришли одноклассники Хамзы и Али, и пара ребят из другого класса. Все вместе они сидели и разговаривали. «Всем большое спасибо, что навестили меня, побеспокоились обо мне. Пусть Всевышний воздаст вам благом. Навестить больного — это очень большое благое дело». «Егость...